Добрый день, друзья! В этом видео я хотел бы поподробнее рассказать о своих двух инструментах. Советую посмотреть короткое видео, может быть, сегодня что-то упущу. Но сегодня так максимально подробно, простыми словами, о своей модульной палитре и о держателе референса. Вот это у нас палитра, вот это у нас держатель референса. Референс это у нас фотография, планшет, ну, обычный планшет. Вот так он ставится, он рассчитан, сейчас я это подробно все проговорю. С ним можно, с этой системой работать, как на столе. На стене вставлю картиночку, как это делается, достаточно всего лишь пару гвоздиков вбить, и если вы ограничены в пространстве, можно работать дома, имея просто вот такую систему. Двоечку или вот такую троечку. Что еще? Да, но самое главное, это предназначено для работы на мольберте. Он крепится практически к любой мольбертной системе. У любого мольберта есть вот такой вот зацеп, зацепчик, на который крепится вот этот вот зацеп. Вот видно. Он ставится на эту систему и сверху прижимается. Также практически у любого мольберта есть верхняя прицепная такая же планочка. И у вас закрепленная система получается, единая целая с мольбертом. Единственное, что, повторюсь, важно, чтобы было крепко закреплено, чтобы это не кульнулось с красками. Сейчас немножко теории. Что это такое, что это нам дает? Обычно, да, что такое живопись вообще? Живопись как таковая, ну, обычно. Это перенесение красок натуры на холст через палитру. То есть мы смотрим натуру, ну, планшет или что-то, что у вас, с чего вы работаете. Мы краски натуры, постановки или чего-то еще подбираем на палитре, переносим на холст. Все это сравниваем, работаем в этом треугольнике. Обычно, так вот, я выписал немножко, чтобы не было сумбура. Так вот, как говорится, за годы практики было замечено, не только мной, многими. Чем ближе палитра и полотно, тем проще происходит подбор цвета. Здесь важно, что и палитра, и полотно освещены примерно одинаковым источником света, то есть с одинаковой силой, и имеют примерно одинаковые рефлексы. То есть они перпендикулярно палитре, перпендикулярно холст. Эта система, ну, то есть это максимально способствует к поиску цвета, отсутствует дезориентация. Вот на примере обычной классической палитры, я сейчас покажу, как это происходит. Дезориентация, так сказать. У нас палитра вот такая, в принципе, достаточно удобно вот так держать. Близко к глазам ты видишь. Плюс-минус одинаковое освещение, но все равно рефлексы другие. Ты видишь скорее себя в отражении вот в этой палитре, если так повернешь уже что-то другое. Немножко разные вещи видишь. Художник, если вы замечали, как работает художник, вот, по крайней мере, вот с такого рода палитрами, он что-то подбирает, кладет мазочек какой-то, кладет, отходит, смотрит, сравнивает. То есть почти никогда он не ищет здесь цвет и прокладывает. Он, как бы, кладет такой проверочный цвет, смотрит, подходит, не подходит, и только лишь потом на палитре же уточняет его и подгоняет под нужный нам, нужный ему оттенок. Вот, то есть нет такого, что он здесь вот так смотрит и потом безошибочно берет и работает, и прокладывает. Так нет, когда особенно с тонкими красками работаешь, с тонкими оттенками, всегда такой проверочный цвет. Вот, к тому же, кстати, вот я хочу сказать к слову, палитры такие не приживаются. Почему еще? Большая палитра удобна, то, что можно много красок, но она перевешивает, она тяжело, это нужна мужская рука такая мощная. Или как-то вот так вот тоже неудобно. Нужна или очень легкая палитра, или же маленькие такие палитры, но они тоже неудобны. Ты вот так перпендикулярно не поставишь, ну, это такие компромиссы, такие не очень. Поэтому, говорю, вот такие палитры, они слабо приживаются. Обычно художники работают или на какую-нибудь тумбочку, или даже вот где-то вот так стоит на тумбе, большая палитра, может, видели. Но это нужно быть или иметь, или чрезвычайно верный глаз, чтобы работать вот так с палитры. Это, ну, супер такие талантливые профессионалы работают. Или же работать не тонкими живописными оттенками, а так более-менее условными такими красками. То есть не живописные тонкие оттенки, а условные краски. Вот. Что еще дает данная компоновка? Здесь важны четыре момента. Все три плоскости, вот если у вас планшет, работаете, или фотографию, здесь можно фотографию ставить, телефон, что угодно, что у вас есть, с чего вы работаете. Легко настраивается перпендикулярно. Это важно. Особенно, если вы с планшета пишете, важно, потому что знаете, что планшет при небольших, ну, оргтехника при небольших уходах в сторону, она меняет свой, тональность меняет. И даже цвет уходит немножко. Так что важно настроить перпендикулярно и подбирать цвет с одного расстояния. Не вот так сначала, потом вот так вот, а вот выбрал там 80 сантиметров. И именно световые оттенки подбираешь так. А уже проверять можно с расстояния. Кстати, что важно, почему художники отходят? Тоже подсознательно. Когда ты отходишь, у тебя и натура, и с чем ты сравниваешь. Во-первых, меняется угол зрения, угол зрения меняется, и у тебя источники света. Как бы вот этот угол смещается, глаз имеет внутри себя так называемое желтое пятно, где сосредоточено цветное зрение. И вот вокруг этого центральной области максимальное количество так называемых цветовых рецепторов, они же колбочки. Есть палочки, колбочки. И вот это вот наше все попадает вот более-менее вот в это цветное пятно. И нам легче сравнивать. Во-первых, все рядышком как бы становится, маленький угол. И во-вторых, все более-менее в цвет попадает. Это важно. Вот. Перпендикуляр я сказал. Дальше. Освещение. Очень важно. Я вот еще про зрение скажу. Насколько это важно для сохранения зрения подобного рода систем. Так. Освещены приблизительно одним цветом, поэтому не будет вот этой дезориентации по цвету, нежели мы где-то вот как-то вот так работали. Вот тут у нас, я прямо могу прибор сейчас поставить, поскольку разница может быть в процентах до 30% освещения. Так, у меня в телефоне, по-моему, был люкс-метр. Так. Ну вот, например. Так. Ну вот так. Вот палитра вот так примерно держит. 200, 290, 300 люкс. На этой палитре вот 600. То есть вот 595, ну практически 600 люкс. Вот такая большая разница может быть между поверхностями. Соответственно, гарантированно у вас этот цвет будет лежать по-другому на вот этой поверхности. Просто гарантированно. Поэтому максимально важно, чтобы они были освещены одним, с одинаковой светосилой. Вот дальше. Что дальше? Расположено на одинаковом расстоянии. Это очень важно для зрения. Я сейчас чуть-чуть остановлюсь. То есть у нас вот раз, два, три. Ну вот от моих глаз примерно тут 80, наверное, сантиметров, может, до метра. Вот. Вот это легко настраивается из системы. И потом, главное, все три плоскости расположены максимально близко друг к другу. Это вот тоже принципиально важный момент. Чем ближе сведены вот эти, ну по крайней мере, палитра с краской. Это уже тут дело десяток, кто как работает. Но вот это вот с этим, чем ближе, тем лучше. Это похоже на обычный этюдник, так называемая, такая система. Ну и у этюдника там все-таки угол очень большой. И, соответственно, и рефлексы, и количество света экспозиция будет совершенно по-разному. То есть вот, например, сюда положу опять же люксметр наш. Вот здесь я вижу 356, 360. Здесь у нас пошло-пошло. Вот уже 570. У меня вот там освещение свет в углу. То есть как сильно, буквально в разы может меняться количество освещения. Существуют в природе, в продаже, где-то за рубежом, вот такие этюдники походные с такой примерной системой, компоновкой. Но это чисто такие походные вещи, хорошие вещи. Не знаю, есть ли у нас в России в продаже такие этюднички. Но они маленькие, и они как бы только для треноги, по-моему. Этот же универсальный. Он работает как на столе, на стене, на мольберте, на коленях, лежа. Я вам еще позже остановлюсь, почему важно. То, что и лежа может работать с такой системой. Так что важно принципиально. Поскольку у нас практически неизменно этот цвет будет перенесен вот сюда, художник начинает думать уже не пристрелочно, как я вам уже показывал, как-то вот примерный оттенок подбирает, прокладывает и потом уточняет. Он уже, даже начинающий художник, он уже учится думать на палитре. То есть он, ну, по крайней мере, или в этом треугольнике, или вот между собой палитра, холст, он взглядом подбирает цвет, поскольку он неизменен, практически неизменен. Ну, только если вычесть вот эту небольшую разницу угловую. Ну, вот она, не знаю, сколько здесь. Если чем больше расстояние, если длинную кисть брать, тем меньше вот эта вот угловая разница. То есть вот эта поверхность теоретически может чуть-чуть больше ловить освещение. Но это пренебрежительно, наверное, малая разница. Так вот, если этот цвет, оттенок будет лежать здесь, то нам уже не нужны вот эти вот пристрелочные, прицелочные, поправочные моменты. Мы учимся подсознательно уже. Даже не то, что не нужно себя заставляться. Ты подсознательно уже будешь переходить на, станешь на такие рельсы, что ты думаешь на палитре. То есть уже палитра становится полноценным инструментом, а это уже чистовик практически. Ты уже подбираешь цвет и прокладываешь верный цвет. Ну, может, с какими-то погрешностями, но верный цвет. Погрешности могут быть из-за того, что здесь разные окружения красок. Здесь свое окружение, здесь свое. Но если человек учится абстрагироваться, брать цвет в абстракции, например, через белое работать, с белой краской сравнивать, и здесь с чем-то, с белым образцом, так, то работа легче. То есть художник подсознательно нормальный цветовик, он учится. Берет цвет абстрактно, безотносительно его окружения. Вот. Такая компоновка не то что заставит, она научит вас думать с цветом, работать с цветом, и, соответственно, вашей работой будет меньше грязи. Меньше вот этих поправок, 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 поиска цвета на полотне. Вот. И плюс еще, скорее всего, оно должно и ускорить работу. Поскольку ты здесь работаешь, ищешь здесь цвет, потом прокладываешь, у тебя какие-то смеси остаются, ну, я так думаю, что и ускоряет каким-то образом работу. Работа более уверенная должна быть. А, и еще важнейший момент про зрение. Целый такой абзац очень важный. Я прямо зачитаю. Когда плоскости, расположенные в осени и не смей, на одинаковом расстоянии и в одних условиях освещения, глаза практически не устают при частых сравнениях, так как отсутствует вынужденная аккомодация глаз от изменения расстояния до объектов сравнения. Аккомодация – это когда зрачок глаза меняет свою форму при фокусировке «Будь здоров!» на одном расстоянии и на втором, на дальнем. Например, ближний объект и дальний объект. Я вам советую сейчас поставить видео на паузу и сделать очень быстрый, простейший эксперимент. Взять ладонь, посмотреть, например, на таком расстоянии, как обычно, где вы работаете, палитра или полотно, смотреть на ладонь и что-то за ладонь. Например, тоже не очень далеко, пускай там в метре, полуметре, как обычно мы ставим постановку или пейзаж, что вообще вдаль нужно смотреть. Попробуйте. И сделать несколько проверочных, вот таких быстрых сравнений. Как мы сравниваем, когда работаем с цветом, да и с формой. С цветом раз, туда-сюда, туда-сюда. То есть фокусировка. Как обычно художник, художник может делать такие сравнения, наверное, до тысячи раз в час. Может быть, меньше немножко, но очень много. И сделайте вот таких несколько движений. И после этого поставьте вторую ладонь. И с одной ладони на вторую сфокусируйтесь. Вы почувствуете, что ваши глаза буквально отдыхают при вот таком сравнении, когда у вас две плоскости, два объекта сравнения находятся на одном расстоянии. Вот это и есть. Что касается коммундации. Что касается второй вещи. Зрачковый рефлекс. Это когда зрачок расширяется, сужается от количества освещения. То есть, если бы наша палитра была где-то, ну вот здесь, в другом освещении, помните вот эти цифры, они значительная разница между одним освещением и вторым, уже зрачок на это будет реагировать расширениями. Это также напрягает зрение. При вот таких сравнениях аккомодация практически, скорее всего, не происходит. Я был не так давно зимой у глазного, как же, очки, короче, я менял. Вот, я спросил у него заодно, спросил про вот эту, и про аккомодацию, и про вот этот вот зрачковый рефлекс. Женщина мне сказала категорически, конечно, если есть возможность работать, чтобы ваши глаза не уставали от вот этих сравнений, то только так. То есть максимально сохраняем себе зрение. То есть не напрягаем глаза. Вот, я не знаю, не буду врать, я пока не так много работал именно с такой системой, не замечал, что у меня там глаза или устают, или отдыхают, но, по крайней мере, знаю одно, что работать очень удобно. То есть сравнение цвета, сравнение с тремя вот работать в этом треугольнике, вот это я здесь абсолютно не натягиваю сову на глобус, как говорится, то есть не притягивая за уши какие-то. Это очень удобно. Палитрочка есть. Сейчас я расскажу вам еще попозже, как все это механически устроено. Теорию, по-моему, я все рассказал. Теперь про, собственно, про механику. Так, поставил камеру на общий план. Если я что-то буду окошками вставлять, не хочется, у меня оператора нет, я так уже снимаю, как могу. Итак, смотрите, как устроена моя система, так сказать. Прежде всего, я когда-то как работал? Я вот так ставил палитру, и постепенно стало, ну, это мне очень удобно, хоть у меня и столешница очень удобная, все равно это мне удобно. И мне вот просто созрела такая мысль. Мысль какая? По аналогии с тем, что у меня мой мольберт, точнее, муштабель крепится к подрамнику. То есть я к тому, что подрамник – штука крепкая. Как правило, обычный подрамник у картины деревянная. Штука крепкая, мощная. Вот к нему, вот я, вся идея, весь принцип моего муштабеля, как он работает. Он работает, сохраняет вот этот вектор, с двух реек. Вот здесь одна рейка, вторая, он работает между ним. То есть сохраняет жесткость вот этих всех двух реек. Но это отдельно, немножко система отличается, а здесь вот какая система. То есть я придумал вот такую вот струбцину. Ну, как придумал? Это на поверхности, понятно, конструкция струбцины. Но чтобы крепилась вот так вот вот сзади что-то, я такого еще не встречал, нигде никаких идей не видал, вот, чтобы крепилась именно вот таким способом. Как устроена вот эта вот моя система? Деревянный поганаж в продуманной формы. Здесь все продумано. Вася! Так, ну ладно. Так. Поганаж. Все это бук. Бук под лаком, под очень хорошим лаком. Вот это березовая фанерка. Троечка или четверочка? Троечка. Крепкая все, прочная. Если там не забивать, что-то не ломать, эта штука прослужит очень долго. Здесь мощные болты, само дерево очень прочное, струбцина металлическая. Ну, как бы, вопросов к этому нет. Вот это вырез, паз, ставлю картиночки, ставится на, как я уже сказал, на практически любой мольберт, цепляется. Струбцина моей конструкции, более того, моего изготовления. Я поганаж заказываю, мне делают, покраску делают, все это очень дорого, к сожалению, но что делать, качество очень хорошее. Струбцину делал сам, пытался заказать, очень дорого, пришлось сам. Я когда-то после армии работал кузнецом, целый год, наверное, больше, навыки имею. И буквально на балконе, у меня там есть инструмент, я все это изготавливаю, струбцины, как вот к палитре, так и к держателю. Вот. Что напротив струбцины? Напротив струбцины, вот здесь, в углублении ответный шип, вот он в углублении, обычный черный саморез, здесь он торчит миллиметр на три, аккуратно, он острый в общем. И вся система, вся система сделана так. Вот этот верхний болт, болт зажимает дерево, даже проникает в дерево, и здесь шип. Деревянная рейка, она намертво, ну, при хорошем закручивании, она намертво, ну, соединяется не намертво, а как-то, единое целое. Тут еще резинка приклеена такая, чтобы не было каких-то вращений, так как все-таки полированная штука. Вот. Как зажимать? Также вставлю картиночку, ну, здесь понятно, ты ставишь, ставишь перпендикулярно, вот так, переработай холст. То есть ты делаешь это на весь сеанс. Это не то, чтобы быстро раз, снял, поднял, конечно, это нужно сделать, и пока ты ведешься, то есть на целый день, например. Вот, поставил перпендикулярно, картинку вставлю, подкручиваешь, вот, прям до такого, до такого, так сказать, характерного скрипа входа болта в дерево. Остаются вот такие вмятинки, ну, это не страшно, вот они, я покажу, вот они. Это абсолютно не страшно, то есть на внутренней системе болт должен зайти вот буквально на пару, тройку миллиметров в дерево, а с обратной стороны его держит шип. И, соответственно, вот так проверяем, все, крепкая, единая система. Да, если у вас слабые пальцы, тут силы большие не нужно, чтобы закрепить. Я просил жену, у нее слабые ручки, и то она все сделала без проблем. Но если слабые пальцы, можно последний оборот два сделать вот так вот, любым кончиком кисточки какой-то. Единственное, смотрите, чтобы у вас вот этот болт, ушко вот это, стояло вот так. То есть не вот так, иначе будет, возможно, заметно, то есть отпечатывается. Но отпечатываться не должно. Почему? Я каждый комплект собираю. Работы очень много, может, вставлю, как я это делал, там работы много. По сборке я все собираю, сам настраиваю, каждую деталь подгоняю сам. Все вот это. Я только покупаю по ганаш и по краску заказываю. Вот здесь вот вся эта струбцинка стоит. Я каждый собираю, струбцинку снимаю. Она идет отдельно, ну, чтобы транспортировочное оборудование тут не торчало. Вам нужно будет только, кто купит вот этот инструмент, прикрутить болты. Тут все болты в комплекте, ключ в комплекте. Просто прикрутить крестовой отверткой струбцину. То есть я к тому, что я их всех сначала подгоняю, подгоняю, смотрю, чтобы все было, углы верные. Все-таки это детали ручной работы, такой немножко кривоватая, может быть, немного кустарная, так скажем, не промышленная. и смотрю, чтобы все работало, потом разбираю и ставлю комплект, каждый комплект отдельно. Вот, с этим проблем не будет. Так, что еще важно сказать? В комплекте идет ключик, ключ, десяточка, где мой ключ? Вот здесь подстраивается, здесь есть подшипник силиконовый, чтобы не раскручивалось все вот это. Резьба крупная, не нужно вот так много раскрутить, тут достаточно совсем небольшого изменения угла, и уже будет уже совсем такая, ну, то есть будете регулировать нужное вам сопротивление. Что я еще хотел сказать, что важно? Сопротивление можно регулировать под слабое, можно достаточно сильно закрутить. Ну, главное, повторюсь, резьбу не сорвать со всей силы нельзя, не нужно, но там резьба крепкая, это нужно умудриться, чтобы ее сорвать. Здесь килограмм, даже два можно спокойно даже толстое стекло, не толстое, желательно тонкую стеклянную палитру можно сделать, можно вырезать. На стекле, конечно, удобнее работать, чем под такой палитре, Вася, можно идти. В комплекте, точнее, не в комплекте, она отдельно продается, будут продаваться палитры, возможно, вот такая, еще с мастером мы не решили, какая, возможно, 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 вот такая беленькая, бюджетная, она подешевле, ну, это не тонированная, но лакированная, двухсторонняя, возможно, вот такие, возможно, на выбор, скорее, даже, все будет, можно и такую, и такую купить, можно и без палитр купить, поскольку, вот эта поверхность, это вполне себе палитра, бери себе и пиши, Главное ухаживать, не запускать ее, не делать из нее курятника, так называемого. Ухаживать после работы убираем. Лак здесь, повторюсь, очень крепкий. Если он не поврежден мастихином, чем-то еще, снимаем после работы красочку в ведерко куда-нибудь там, и протираем, отмываем и смазываем силикончиком. Вот таким советую. Полироль мебельный с этим воском, главное силикон, чтобы был в составе. Можно полироль мебельный, можно средства для резины автомобильной, знаете, уплотнители дверей смазываем. Вот. Сделали после работы или поликру, и здесь убрали все. Она защищена тонким слоем силикона. Кстати, и инструменты после работы, или перед работой, после работы силикончиком полезны. Краска сюда не пристанет. Ну, пристанет, и это постараться нужно, чтобы была поврежденная, тогда она пристанет. А так она, тонкий слой силикона, не даст приклеиться даже высохшей краске к поверхности. Но это не об этом. Так вот, по палитрам сказал. Что еще? Палитра двухсторонняя. Вот, по крайней мере, вот эта вот такая, если будет, она такая достаточно дорогая. Это, не знаю, почему-то мастер, он берет, у него ведет эту палитру, все-таки она длинная, дерево, поэтому большая браковка, потому что здесь морилка, и как там еще ее ведет, как он мне объяснял. А браковка большая, поэтому она достаточно, к сожалению, и палитра стоит денег. Так что есть вариант купить, если кто-то надумает, приобрести без палитры, придумать что-то свое. А эта штука вечная здесь, ну, как вечная, если аккуратно относиться, она рассчитана на много лет. Упорчик у нас здесь тоже бук, чтобы держала палитра, понятно, и чтобы не стекали краски, если вы работаете на коленях, или там где-то еще. Вот, дальше, еще такая интересная вещь. Вот, покажу, ну, пока зажму. Вот такой болтик здесь, покрупнее покажу. Он с двух сторон здесь, можно и туда, и туда его вставлять. В комплекте он идет, один, одно вот такое ушко. За него цепляем так, вот, вот такая стандартная масленочка магазинная. Вот сюда она цепляется, и регулируется вот так вот положение, с любой стороны регулируется угол. Вот, в первое время, если кто купит, советую не ставить, разольете. Даже сам я разливал, забывал про это. И вот, вот так сделаешь, когда с заливкой нужно работать. Ну, понимаете, если нужно с заливкой работать, какой-нибудь жидкой, можно вот так сделать, временно поработать. А потом работать как положено. Вот, или же, или же, если у вас заливка и палитра вот такая, ты временно взял, снял, или в руку вот так взял заливку, эту сделал. Хотя краска, нормальная краска, она не течет, если ее сильно не разбавлять, не течет. Если сильно разбавлять, понятное дело, течет. Вот. Так, что тут еще? Палитра и поверхность вот эта достаточно большая, она практически 30 на 50. Возможно, со временем появятся другие размеры, но вот эта универсальная. Она, кстати, хорошо вспомнил, она подходит даже для достаточно больших размеров. По крайней мере, вот, когда ты пишешь что-нибудь метровое и больше по ширине, например, 50 на метр, ты спокойно вот эту центральную часть с подбором краски смещаешь, я вставлю картиночку, смещаешь, крокодильчиком, если нужно, если длительно зацепил, и работаешь с одной стороной и с другой. Вот. Это в этом плане удобно. По вертикали я пробовал 50 на 70 работать еще вполне нормально. То есть, не 50 на 70, а высота 70. Нормально. Уже 80, уже немножко теряется смысл. То есть, достаточно далеко вот эта поверхность. Работать можно, но уже как бы, она уже внизу. Если ты с верхней частью работаешь, то вот уже вот эти сравнения тебе как бы с трудом дают прямые сравнения цвета. Вот. Но есть вариант такой, немножко смешной, сбоку вот эту систему прикрепить. Почему нет? Она крепится сбоку. Точно так же перпендикуляр и количество света такое уже будет. И работаешь, ну правда не на палитре, а уже на поверхности, на носителе, на площадке вот этой. Да, то, что работать с густыми, с обычными масляными красками на вертикалях, это абсолютно нормально. Может кто-то там подумает, как это, а как она держится на картине. Точно так же она держится и на, если она не сильно масляная, да и потечет мне страшно. То есть, это вполне удобно работать. Это даже более удобно, чем работать вот так. Я когда-то, когда, ну вот у меня столешница, очень удобная вот эта, уже всю жизнь вот эта столешница, я работал вот так. Но это все равно не то. Вроде бы рядом, но освещение другое, рефлексы другие. И ты все равно работаешь по системе. Здесь набрал примерно, положил и смотришь, попал, не попал. И здесь поправляешь и еще поправляешь. И еще, и еще три раза, и не попал. Вот, я к тому, что вот это лучше, вот это лучше, такая система компоновки. Далее. Да, в конструкции вот этой системы предусмотрено два отверстия. Так, где их показать? Это ножки, сейчас я на них остановлюсь тоже, если не забуду, как она хорошо на столе. Вот два отверстия вот здесь. Видно? Вот они. Они просверлены не до конца. Так, вот ножки упираются, здесь все продумано, все четко. Я тут думал полгода над этой конструкцией. У меня такие, наверное, штук пять было этих самых, каких, прототипов разных, разной степени удачности. Вот, покажу, может фотографий пару сохранилось. Так вот, эти, да, здесь они не выходят, ну, потому что эстетически не нужны здесь пока дырки, может никому не пригодятся. То есть они недосверлены. Но если кому-то нужно, вот эта система, правда, нужно вот эту струбцину снять, открутить. У вас получается ровная площадка вот такого плана, вот она без струбцины. И присобачить через эти два отверстия саморезами, саморезы идут также в комплекте, вот здесь, присобачить к нижней части мольберта. Ну, на обычные мольберты, как, по крайней мере, мольберт типа Лира, вот такой, вот он даже здесь у меня и закреплен. Вот, вот здесь он закреплен стационарно. То есть это вполне удобно. Даже вот такое, извиняюсь, недоразумение, как мольберт Лира, можно вот так усовершенствовать и вполне себе работать неплохо. А как, кстати, усовершенствовать мольберт Лира, есть на моем бусте. Ну, посмотрите, как его сделать более-менее удобно, чтобы можно было оперативно поднимать и опускать, работать сидя, стоя. Вот. То же самое нам ничто не мешает ставить систему, палитру, на ту же Лиру, ну, классическим способом, то есть вот так. Здесь, и здесь есть, он, правда, небольшой, но он вполне себе надежный, если вот так вот закреплять на вот эту штуковину. Единственное, вот нужно закрепить так покрепче, и все. Вот та же система работает по вот этому. Просто, если делать стационарно, это немножко более удобно в плане того, что не нужно каждый день... Ну, кстати, кто работает продолжительное время с картиной, это не страшно. Это вот кто быстро работает, сегодня одну, завтра вторую, это нужно перекручивать вот это. А если ты работаешь длительно, какую-то картину, ведешь ее, ведешь ее, там, несколько дней, там, или сколько, то вот так прикрутил, это стационар, то есть вот работаешь вот так. Что еще, так, про держатель референса попозже немножко, что еще по системе, по модульной палитре. Модуль я назвал, потому что она как модуль, она пристежная, у меня как бы модуль получается, модуль палитра, модуль вот этот держатель референса, очень сложная штука оказалась в производстве. Вот, и муштабель. Вот, получается такая система, очень удобная, особенно для кропотливых жутц, кто пишет кропотливо, то есть вот так вот, в плане, детально. Вот, по ножкам, по вот этим, так видно, то есть вот так он у нас стоит перпендикулярно, вот так он у нас приподнимается на ножках. Ножки очень удобно, неудобно, а уверенно держат любой размер полотна, любой вес, потому что развесовка такая, центр тяжести у нас где-то вот в этой области, ближе к ножкам. Вот, сидя работать очень удобно на краю стола, вот я может картинки вставлю, ну, здесь примерно видно, вот так вот, ты выставил углы примерно, вот такие одинаковые, примерно удобные для работы, и работаешь. Можно спокойно на коленке, здесь защищенная вот эта планка, тебе ничего не потечет, если ты более-менее привык работать с красками, ты работаешь аккуратно и чисто. Работаешь на коленках, или вот так, или же даже стоя, почему нет, если у вас длинная древка, вполне себе удобно работать стоя, ну, вот так вот, наверное. Вот так вот, расстояние примерно одинаковое, вполне себе удобно. Вот, работать можно как с ноутбуком, ну, я уже не буду садиться, я поставлю картинку, как с ноутбуком, потому что система легенькая. Ну, здесь уже, конечно, не стоит вот эту, прицеплять вот эту штуку, все-таки перевешивать будет, а просто вот в такой двоечку, вот такую делать, единое целое, ты как с ноутбуком, спокойненько, там, где хочешь, вот устал ты стоять, неохота тебе все это понижать. Сел, ну, а лучше вкреситься, в такое, чтобы можно было сзади слониться, и спокойно ведешь, поработал-поработал, сел в удобное время. Вот, смотрите, я и вот так, и вот так у меня освещение одинаковое, плюс-минус, ну, там, замест какими-то небольшими поправками одинаковое, то есть красота в этом плане. Вот, так, ножки сказал. Про работу лежа. Не нужно смеяться, есть лежачие больные, старые художники и так далее, вообще люди, которые хотят рисовать, ну, просто пожилые, например, люди, вот прикованные к кровати, вспоминаем, вреду кого и так далее. Что дает эта система? Также вставлю картинку, с ней абсолютно удобно работать сележа. Я просто мысленно не могу представить, работу более, то есть систему более удобную. Конечно, ну, наверное, не с таким большим размером, хотя, может, и с таким размером. Просто оперев на колени или на живот, какое-нибудь там полотенчико на живот постелил, и ты спокойно работаешь с красками. Аккуратненько, потихонечку, потихонечку. Вот, это дело такое, не смейтесь, повторюсь, это может быть кому-то скрасит жизнь и очень даже. Вот, вставлю картинку, как это. Вот реально удобно, сидя, полусидя, лёжа, полностью лёжа. Кстати, забыл сказать, чем хороша ещё вот эта система, я тут не зря вот это сказал, то, что я продумывал всё, вот эту штукину, всё, я, может, фотографию вставлю или видео. Тут специально обычный вот этот наш подрамник, вот два сантиметра вот здесь вот, он выпирает. Выпирает примерно на пять миллиметров. Это удобно, это даёт возможность удобно работать с нижней частью картины. Проверили, закрепили, важно. Вот, то есть отклонили и всё, нижняя часть абсолютно доступна для работы. Вот, это в этом плане тоже всё предусмотрено. Что ещё по размеру подрамника, который сюда заходит? До шести сантиметров ширина, вот этот, по-моему, четыре, то есть до шести, то есть достаточно толстые подрамники можно сюда засовывать. И по ширине тоже, ну, можно от двух и более. Полтора, наверное, тоже может влезть, такие вот, знаете, жиденькие. В Леонардо продаются такие недорогие. Я пробовал закреплять, но уже так немножко хлипенько. Они сами по себе конструкцию хлипкую имеют, но можно, можно, аккуратненько. Аккуратненько закрепил и уже после этого, ну, то есть внимательно закрепляем. Да, ещё, что важно, вот иногда я что-то дописываю картину. Я просто использую, ну, у меня столешница, использую вот эту подпорку просто как наклонную палитру. То есть это тоже полезно, вот, ну, в таком плане. Иногда просто линию прикручивать, если мне там нужно пять минут поработать, я ставлю сюда уже. А здесь вот этот наклон, плюс минус достаточно большой, тут, наверное, градусов 30. Вот в таком положении ты можешь спокойно вот так вот что-то там поделать. Так, теперь про держатели референса. Вот эта штука, как я уже сказал, достаточно сложная по механике. Также полностью моя конструкция приделывается по такому же принципу. Правда, здесь нет ответного шипа, поскольку здесь у нас отверстие, то есть вот это вот для вот этого вращения. Но здесь технологичные углы, то есть это не 90 гривен, это запил такой, чтобы не слетало. Вот, такая же струбцинка, также проверенная мной перед отправкой. Также полностью собираю. Я заказываю поганавшину, полностью сборка ведется, подгонка, резиночка, вот все вот это я делаю. Вот, ставится на холст перед работой точно так же. Так, на маленьком подрамнике. Точно так же мы выставляем перед работой. Здесь такая прочность не нужна. Ну, так, желательно, чтобы он хоть на миллиметр, на два ушел в дерево, болтик. Все, и вот так вот у нас закреплено. Так вот, держатель ставим с правой стороны, то есть с левой стороны для художников, для правши. Я заметил, что удобнее ставить, он универсальный, его можно и туда, и туда ставить, вот так перекручивается. Да, кстати, здесь вот выборка есть такая, тоже, может, забуду, нет, покажу. Его можно перекрутить, это легко сделать, если вам нужен вдруг более глубокая, вот так планшет, например, вот так он заподлицо ставится. Если вам нужно чуть-чуть утопить, вам просто нужно открутить болт, ключ идет в комплекте, ключ шестограничек, перевернуть вот эту рейку, перебрать вот здесь, это полминуты дело это, собрать заново, и у вас на целый сантиметр будет глубже, если это нужно. Ну, мало ли, чтобы не задевать руку и приживутись. Вот, в стандарте они идут заподлицо, то есть лицевая поверхность планшета или телефона, или что вы поставите, сделано заподлицо. Итак, ставим примерно на середину. На середину. Поставили. Также, повторюсь, проверили, чтобы не отваливалось. Эти планшеты, то есть эти держатели планшета, я я проектировал под большой планшет Apple Pro. Сейчас я вам покажу. Проверили. Под вот такой вот огромный планшет, еще старый, какого-то 15-го года, не помню, 17-го. То есть еще с рамками, с вот этими вот, с рамками. Сейчас они идут без рамки, без рамок немножко меньше, прошки. Здесь 13 дюймов экран, 12,9. То есть он становится что так, что вот так, даже такой огромный планшет. Если у вас что-то вдруг еще больше, я не знаю, если есть такие в природе, можно вот этот барашек верхний снять, и станет у вас и большой планшет. Они можно и без барашка. Желательно барашком прикручивать, чтобы не упало. Но обычно они не падают. Почему? Поскольку сама конструкция. Мы обычно пишем, нам неудобно, чтобы холст стоял строго вертикально. Ну это с большими только размерами так работают профессионалы. Обычно чуть-чуть, ну человеку так свойственно, чтобы немножко был холст с наклоном. Он так больше света ловит, так удобнее работать. А вот это вот крепление, соответственно, вот эта плоскость, она повторяет холст. То есть если вот еще больше наклонить, он еще больше наклонится. То есть я к тому, что не падает. Ну это нужно мудриться упасть, чтобы... Но на всякий случай здесь есть страховочный вот этот барашек. Вот. Да, пока... Раз уж делал такое... Где мое питание? Запитываемся. Перед работой. Вот. Так, запитался где-то краску. Вот. Вот так закрепились, запитались точнее, и все. И работаем, доставляем нужные углы, и работаем целый день. Ну только можно высоту менять. Да, кстати, по высоте. Я же забыл сказать про палитру. Про вот эту систему. Она очень удобна работать на стене. Не у всех есть дома мольберты, там что-то еще. А не у всех есть столько места, чтобы мольберт поставить, каракатиться. Даже такая лира, она занимает место. Стена. Два-три гвоздя на разной высоте, чтобы можно было менять высоту, сидя, работать. Красота. Я одно время, когда-то работал в Белоруссии долго, может, полгода вот так вот на стене, никаких проблем нет. Единственная проблема, то что холст вертикальный. Ну и то можно сделать. Ножки вот эти вот раздвинуть, и они будут отходить на нужный угол. То есть, ну, поняли, ножки у этой системы. Вот. Так вот, выставились. Сейчас покажу. Покажу, как вот эта система работает, что она умеет. То есть, угол меняет. Мы можем подвинуть туда или сюда вот эту плоскость. Плоскость, ну, фотографии, например. Мы фотографию сюда поставили, на картоночке, на какой-нибудь, или по планшету. Кстати, держит он очень много. Вот он килограмм, спокойно будет держать. Главное, чтобы вот это все выдержало, чтобы у вас не перекосилось куда-нибудь. Материал тоже бук, хорошая лакировка. Также даже ацетона не боится. Вот эта лакировка. То есть, если аккуратно относиться к изделиям, они срока гонности не имеют. Так вот, первая степень свободы. Вторая степень свободы, ближе, дальше. И самая главная степень свободы по высоте. То есть, очень важно. Особенно важно, если мы работаем, вот это по высоте, если мы работаем, стационарно закрепляем держатель. Вот здесь есть у нас отверстие, шестерочка. Она под болт, можно саморез. С боковой части, к боковой части, я покажу, наверное, вот так он прикреплен. Видно? Вот у меня здесь на болт прикручен вот этот вот. То есть, не всегда хочется прикручивать. Я повторюсь, я работаю быстро достаточно. Сегодня одну картинку, завтра вторую, а послезавтра три картинки. Сразу там делаю что-нибудь. То есть, если я ленюсь делать, мне, в принципе, удобнее вот так прикрутить, работаю я редко с большими размерами. И вот здесь что-то картинка, и достаточно близко у меня планшет большой. То есть, вот это вот мне удобно. Единственное, что он с правой стороны лучше с левой стороны. Если у вас источник света слева, то с левой лучше стороны. К тому же, это не мешает установить сюда муштабель. Мой муштабель, который у нас также супер вещь для мелочевки. Ну, это отдельное видео, посмотрите, вещь очень хорошая. Так вот, вот эта система, когда вот так закрепляешь на болт, она еще может на этом болту или саморезе вот так вот делать. То есть, мы еще можем, соответственно, вот такие вот делать поправки. Тоже иногда нужно, чтобы поймать, может, брики какие-нибудь уйти. Но, если ты закрепил, вот, по крайней мере, у меня вот здесь центр, вот этот болт, он где-то вот на груди, вот здесь, на этой высоте закрепил, тебе вот этой высоты, вот этого расстояния, вот этого диапазона хватает. Как работать стоя? То есть, ты ставишь картину, и спокойно тебе, комфортно, он почти на уровне глаз. Так же, так же, ты можешь понизить его до положения сидя. Так, закрепил. Вот здесь планшет, здесь, может, угол немножко поправил, вот, который он только что сказал, этот угол поправил. И работаешь сидя. То есть, достаточно оперативно меняется высота. Тоже вещь полезная. Вот, что еще по держателю? Да, еще вот эту струбцину можно закреплять на верхней части. Это если у вас что-то широкое, или вы на столе работаете. Я вставлю картинку тоже. Ну, такой что-нибудь небольшой планшетик, телефон вот такой. Конечно, большой, тут такой, все-таки он вес имеет, там, грамм, наверное, 600. А вот что-нибудь вот такое, обычный iPad, или телефон, или фотография, будет держать прекрасно. Единственное, если у вас закрепление центральное, вам придется сместиться немножко. Вот этот, ну, ему штабель мешает. Ну, поняли, небольшое смещение от центральной оси, но это абсолютно не страшно. А вот так вот ставим, то есть, ну, я утрированно вот так. Вот так, перпендикулярно взгляду, перпендикуляр, перпендикуляр. Отлично. Вот. И, кроме того, это отличная площадка, подставка. Как ни странно, для больших iPad'ов нету нормальных подставок. Я уже и книжные покупал какие-то, и что-то все не то. Вот это работает как обычно. Я часто работаю, там, на вот этой конторке, там, вставлю картинку. Очень удобно, вот так выставил себе любой угол, то, что нужно, работаешь. Так, так. Или пошел на кухню, там, сериальчик какой-нибудь посмотреть, тоже хорошо. Он аккуратненький, красивый. Конструкция сложная достаточно, с мастером долго мы работали, тут пробовали всякие образцы, мы вроде сделали нормально. Может, она что-то изменится со временем, но только в лучшую сторону. Также качественный материал, качественная лакировка, в общем, вещь хорошая. Что-то камера моя старенькая сегодня весь день отходит на задний план самостоятельно. Ну да ладно. Заканчиваю. Затянул немножко, но вроде бы все вспомнил. Что не вспомнил, напишу под видео, картинок понаставляю. Переходите на мой сайт, смотрите цены на инструмент. Инструмент, повторюсь, профессиональный, высокого качества, особенно высокого качества покрытия, который позволит содержать его в презентабельном виде продолжительное время. Столько, насколько у вас характера, хватит чистить его. Что ж, все на сегодня. Как говорится, до встречи на моем канале. Хорошего дня, счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...